Мечта Проблемы вы становитесь сильнее. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Решая проблемы, ты выходишь на другой уровень развития. Всегда делай шаг. Всегда принимай решение. И помни, что удача всегда танцует с тем, кто приглашает ее на танец. К величию есть только один путь. И этот путь лежит через страдания. Путь к успеху – это соблюдение определенных правил и закономерностей. Если эти правила соблюдать, то успех неизбежен. В конечном счете, все управление сводится к тому, чтобы стимулировать активность других людей. И для того, чтобы ты преуспевал, ты должен быть, конечно, примером. Тебя заметят. Тебя заметят твои сотрудники. Тебя заметят твое начальство. Тебя заметят вообще люди, когда ты будешь не такой, как все. Тогда, когда ты будешь примером. Альберт Эйнштейн в свое время сказал, единственный способ обучать людей – это показать собственный пример. Большинство из близких, из родственников будут отговаривать тебя, чтобы ты занимался каким-то новым делом. Не потому, что они против тебя. Они за тебя. Но они точно так же боятся за тебя. Не позволяй посторонним людям управлять своей жизнью и решать твой успех, решать твое будущее за тебя. Когда ты из слоя в слой социальный переходишь, одних людей душа жаба, зависть, потому что ты, получается, живешь лучше, чем они. И они не могут с этим справиться. Они не могут признаться в том, что они бестолковые. Они говорят, что ты плохой. Более того, большинство людей будут тебя отговаривать, потому что они что-то слышали от кого-то. Принцип такой – то ли он плащ украл, то ли у него плащ украли. Я точно не знаю. Но лучше с ним не связываться. Принимай решение самостоятельно, доверяй своей интуиции. Твоя интуиция тебя не подведет. Даже если ты сделаешь ошибку, ты все равно приобретешь опыт и ты придешь к успеху. Большинство людей не приходят к успеху, потому что они сами этого не делают и отговаривают еще другие. Подумай, сколько в твоем окружении людей, совет которых для тебя важен. Не нужно прислушиваться к мнению большинства людей, которые не являются твоими кумирами или люди, которые не достигли совершенства, люди, которые не достигли успеха. Группа людей собралась подняться на вершину. Была плохая погода, пошли слухи, что очень опасно, очень холодно, нужно спускаться, ветер. Приняли решение разворачиваться. Из этой группы поднялся только один человек на вершину. Как он смог подняться? Когда он спустился, к нему подошли, начали задавать вопросы, как ты поднялся, как это у тебя получилось? А он молчит, он не отвечает на вопросы. Оказалось, что он глухонемой. Когда я делал свое предприятие, мне все вокруг говорили, что в этом направлении уже давным-давно все испробовано, у тебя не получится. Знаете, я не стал никого слушать, я пошел в этом направлении. Да, мне было страшно. Я впервые соединил сетевой маркетинг с жилищной кооперацией. Оказалось, что этого никогда не делали не в нашей стране, этого никогда не делали в Америке, это никогда не делали в Европе. И на сегодняшний день мы сделали то, что никто никогда не делал. И поэтому мы на вершине. Конечно, в этой области теперь нет конкуренции. Конечно, теперь другие говорят, тебе повезло, ты первый. Но кто знает, когда я был первый, как мне было страшно и как это было трудно, это была воля и принятие решения. Принимай решение, двигайся, в этом секрет успеха.